Новосибирск 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 Огромное число пользователей. Просто где-то нужно что-то отладить и так далее. Но формально, я имею в виду, что по всем документам сегодня я подпишу уже приказ, письмо я направил вчера с рекомендациями в муниципалитеты. Сегодня мы во второй половине дня направим приказ. Мы четко говорим, что с 6 апреля общее образование, то есть школьники, они обучаются в дистанционной форме. Тем, у кого нет компьютеров и интернета, учителя будут давать задания индивидуально, любым удобным способом. Например, оставлять на вахте. Сейчас уже принято решение о переносе экзаменов на более поздний срок. ОГЭ для выпускников 9 классов стартует 9 июня, а ЕГЭ для 11-ти классников 8 июня. Учебный год тоже, скорее всего, продлят на пару недель. В вузах экзамены сдвинут на более поздний срок. В детских садах до конца режима самоизоляции будут работать только дежурные группы. Чтобы записать туда ребенка, нужно подать заявление и предоставить справку от работодателя. Это создание условий для той категории, которая сегодня работает. Это и медицинские работники, это те люди, которые находятся на службе или задействованы в тех профессиях, которые сегодня занимаются жизнеобеспечением. Учреждения дополнительного образования, где работают кружки, секции, курсы, до 13 апреля закрыты. Решения об их дальнейшей судьбе примут позже. Михаил Якимов, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Компаниям предложили беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты сотрудникам. О мерах поддержки малого бизнеса во время нерабочего месяца сегодня рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области. Помогут ли они предпринимателям? Разбирался Александр Сульдин. В региональном правительстве рассказали, как помогут бизнесу пережить нерабочий месяц. Предпринимателям отсрочат выплату налогов на полгода, микропредприятия тот же срок, смогут не вносить социальные платежи, позже их снизят двое. Также введут кредитные каникулы и дадут льготные займы на зарплату сотрудникам без процентов. Сейчас очень важная, самая основная задача это сохранить рабочие места. И хотел бы акцент поставить, что господдержку прежде всего получат те предприятия, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей в текущей ситуации. Улица Крылова еще неделю назад здесь было довольно оживленно. Все первые этажи зданий заняты малым бизнесом. Одежда женская, часы, салоны красоты, маникюр, педикюр, наращивание ногтей. Сейчас здесь пустынно, двери на замке. Галина Шиломенцева, хозяйка этого салона, закупила защитные маски, дезинфицирующие средства, очистители воздуха и прекратила работу с конца марта. Еще электричество выключено, чтобы, не дай бог, ничего не загорелось. 11 сотрудников плюс арендаторы сидят по домам. Нет денег на аренду помещений. Кредит на зарплату сотрудникам, даже без процентов, повесит дополнительный долг. Убытки, которые мы просто не покроем ничем. Там проще сейчас закрыться и вообще, ну, просто, ну, закрыться и потом открыться уже через полгода. И уволить сейчас всех сотрудников. Понятно, что наши сотрудники, они нам как семья. Я буду что-то придумывать, как им выпутываться, как мне быть в этой ситуации. Но я не знаю, что делать. Озвученных мер недостаточно, уверена Галина. Ее поддерживает и Яна Невская, директор бара Гевара. Она отправила в вынужденный отпуск четыре десятка сотрудников. Как будет работать дальше, не знает. Потенциальные клиенты сидят дома, проедают последние сбережения. Стагнация началась не вчера. И не в день объявления карантина. А, простите, режима самоизоляции. И все это началось значительно раньше. Не защищен, как выяснилось, социально никто. Единственный верный путь сейчас, как мне кажется, путь ответственности, путь взятия на себя и принятия решений. Причем не на уровне частного предпринимателя или малого-среднего бизнеса. Это введение режима чрезвычайной ситуации. Приложение предпринимателей рассмотрит областной штаб по поддержке бизнеса. Он начал работать в региональном правительстве. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Дорожники готовы обрабатывать улицы города дезинфицирующими средствами. Так уже поступают с остановками. Еще одна задача – очистить город от грязи, накопившейся за зиму. Пылесосы и поливомоечные машины вышли на улицы на две недели раньше обычного. Татьяна Кияева узнала, проще ли дорожникам работать во время режима самоизоляции. На Красном проспекте настоящий парад дорожных методыров. Поливомоечные машины сбивают весеннюю пыль с асфальта и освежают воздух. К генеральной уборке после зимы дорожники готовы давно. 65% техники уже переоборудовали для весенне-летнего сезона. В этом году мы вышли раньше, раньше практически на 2-3 недели. Но мы как бы не привязывались к срокам, которые были в прошлый год. То есть ориентировались по погоде. Поэтому заранее постарались подготовить технику именно для этих работ. В пяти районах города уже вовсю очищают магистрали, моют парковочные карманы и дорожные знаки. Больше девяти десятков машин убирают грязь и пыль с дорога круглосуточно. Дневная смена в восемь с утра, начинается до пяти вечера. А ночная с восьми до семи. Обеденный круг, по-моему, все есть. Остановки и тротуары теперь обрабатывают специальным антибактериальным раствором с небольшим содержанием хлора. Распыляют его рабочие в спецодежде. Состав не должен попадать на кожу. Стараться и на себя не налить. Все-таки не очень это полезно для здоровья. Я вот в маске, в очках, потому что бывает на щеки попадает, живет слегка. Пока на магистрали трудятся большие вакуумные пылесосы, на тротуарах чистоту наводят их миниатюрные собратья. Пока в городе объявлен режим самоизоляции, на дорогах меньше машин, а на тротуарах – пешеходов. Городским службам проще навести порядок. В первом Део уже подсчитали. Работают оперативнее в два раза. Только за сутки с улиц Новосибирска вывозят более 240 тонн грязи. Готовы дорожники и к дезинфекции города. Если понадобится, поливомоечные машины заправят спецраствором и выведут на улицы. Татьяна Кияева, Денис Авинский. Новосибирские новости. Уважаемые потребители! В связи с эпидемической ситуацией и для предотвращения распространения коронавируса, Горводоканал прекращает прием посетителей во всех подразделениях. Для получения необходимой информации можно воспользоваться телефонами, официальным сайтом и электронной почтой. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Новосибирские ученые продолжают работу над созданием тест-систем, которые помогли бы оперативнее и дешевле выявлять носители коронавируса. До недавнего времени усовершенствовать разработку не могли из-за отсутствия большого количества проб. Заразившихся было мало. Алексей Фазлеев поговорил с заведующим лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины. Сейчас речь идет не только о карантине, но еще и о тестировании людей на наличие возбудителя коронавирусной инфекции. В этом отношении какие новации есть, какие разработки? Сегодня наиболее широко применяются методы, основанные на обнаружении генетического материала вируса. Генетический материал вируса можно обнаружить с помощью классической ПЦР, полимеризации пно-реакции, что делается в разных ее модификациях. Практически все методы анализа генетического материала вируса, они занимают, наверное, не более трех часов, если хватает рабочих рук, если хватает приборов, если хватает реагентики. Увеличение времени на диагностику при подозрении на наличие заболевания COVID-19 связаны, в первую очередь, с логистикой, с доставлением образца до лаборатории. Это раз. А во-вторых, с производственными мощностями лаборатории. Что касается Вашей разработки, в чем новация и действительно ли позволит экономить время и более экономично, так скажем, делать анализ? Мы на это надеемся, но то, что мы сделали, является прототипом этой системы. Прототип означает, что для нее требуется валидация, для нее требуется технологический регламент для того, чтобы ее производить и, соответственно, производителем. Наш метод, он основан также на изотермальной амплификации, то есть он не требует дополнительных приборов и в идеале, конечно, он может быть осуществлен в условиях, где ограничены ресурсы, необходимые для проведения диагностики. То есть мало оборудования, не очень обученные лаборанты. А в чем все-таки сложность от прототипа перейти к производству непосредственно, если это эффективная система? Сложность в том, что еще некоторое время назад, и это не сложность, это было прекрасно, что у нас было очень небольшое количество пациентов. Для того, чтобы провалидировать ту или иную систему, мы должны иметь доступ к образцам, которые положительны на наличие вируса и отрицательны на наличие вируса, что было протестировано каким-то другим референтным методом, золотым стандартом. Но вот у нас такой возможности пока не было. В мире сейчас в отношении вот этого возбудителя SARS-CoV-2 есть два подхода. Либо изоляция, то есть карантин, либо повальное тестирование. Вот вы как представитель научного сообщества за какой способ? Ну, понятно, что изоляция, пресечение, передача вируса всегда было эффективным способом борьбы с инфекционным заболеванием, и это никуда не деться. С другой стороны, безусловно, выявление именно пациентов, способных передавать вирус, это также является неотъемлемой частью. То есть это две стороны одного процесса. Мои коллеги Вероника Иванова и Александр Потенихин продолжают снимать репортажи, не выходя из дома. Пятый день они живут в самоизоляции. Как не потерять рабочий настрой? Стоит ли соблюдать дресс-код на удаленке? И чем заняться в обеденный перерыв? Об этом далее. Всем привет! У нас сегодня пятый день нашей самоизоляции. Да, и день сегодня немного рабочий, хотя и в стенах квартиры. Встретились сегодня по видеосвязи с членами редакции, поработать пришлось. Хотя сконцентрироваться дома довольно сложно, поэтому решили хотя бы надеть такую более-менее не домашнюю одежду. Хотели выдержать хоть какой-то минимальный дресс-код и вылезти наконец-таки из домашней пижамы. Дома такая интересная смесь одновременно работы, при этом, например, приходит кошка. Продолжительное время играл с кошкой, и, кстати, даже ученые говорят о том, что игра с домашними питомцами, она сродни медитации. Зефира! Сконцентрироваться в квартире сложно, зато во время перерыва можно, например, позаниматься без потери времени на дорогу. Физкультура. Я сегодня занималась в своей привычной группе в танцевальной школе. Так как все сейчас ушли, можно сказать, в онлайн и тренировки проводят в удаленном режиме, мы позанимались, правда, на коврике дома. Обычно приходилось тратить целый вечер, идти после работы на тренировку, а сейчас удалось все совместить. Можно я вот так? Ну, а раз сегодня у нас такие почти рабочие будни, то решили не отказывать себе и в бизнес-ланче, заказали еду на вынос. Заказали доставку еды, несмотря на то, что спрос у них большой, в обеденное время достаточно быстро доставили наш заказ. С заставкой проблем не возникло, привезли в течение часа, как обещали, но при заказе, конечно, формулировка звучала, что заказов очень много. Тем не менее, после работы мы сегодня решили отдохнуть и сходить, куда бы вы думали, ни за что иногда, в театр. Мы сегодня посетили такую постановку, на которую, наверное, не попали бы в обычный рабочий день, поскольку увидели спектакль питерского большого драматического театра. Многие сервисы сейчас выкладывают не только фильмы, сериалы, но и записи постановок театральных. Вот так прошел наш пятый день, а остальные наши видеодневники вы можете посмотреть либо на сайте nsknews.info, либо на YouTube-канале Новосибирские новости. Это была Вероника Иванова и Александр Потенихин. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин